День свободы Слово на интернете Когда-нибудь я расскажу, что такое доказывать, что ты не верблюд И почему живее всех живых не вождь мирового пролетариата, а не затенный наш Джордж Оруэлл Но сначала о насущном Пока я сидел на ютубовской губе, в столице Сокартвелла вот уже в который раз было неспокойно Как вы прекрасно знаете, беспокойство добилистцам и другим заинтересованным лицам Доставил парламент, который в первом чтении принял закон об иноагентах И понеслось Вот уж точно как по писанному В который раз Они там точно знают, где грабли лежат От них не спрячешь Провозгласили, что пресловутый закон якобы списан с закона российского Хотя только ленивый комментатор не припомнил, что российская Госдума в свое время Проштамповала бледную копию американского закона 1938 года И подобные законы в Канаде и Австралии им тоже не указ Но я немного о другом Что там какой-то закон об иноагентах, дорогие товарищи протестующие Вы на свою конституцию посмотрели бы, а там такое Вот я не поленился и сравнил тексты конституции российской и грузинской И прямо с самого начала И про источник власти Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ Источником государственной власти является народ И кто и как ее осуществляет? Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления Народ осуществляет власть через своих представителей, а также посредством референдума и других форм непосредственной демократии И как нельзя ее присваивать? Никто не может присваивать власть в Российской Федерации Никто не вправе присваивать власть. Вот с этого места захотелось поподробнее. А еще про социальное государство. Российская Федерация, социальное государство. Грузия, социальное государство. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Государственная власть осуществляется на основе принципа разделения властей. Все равны перед законом и судом. Все люди равны перед законом. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Свобода мнения и его выражение охраняется. Это я глубоко не копал, только по верхам пробежался. Господа хорошие, с такими аргументами, как у вас не правительство валить надо, а новую конституцию писать. Только будьте осторожны, когда ее будете творить, чтобы плагиата не получилось. Землетрясение с магнитудой и хрен знает сколько баллов наблюдалось в Кремле. Эпицентр землетрясения, правда, находился в Бахмуте, на крыше девятиэтажки, куда Евгений Пригожин пригласил военкора и где заявил, что... У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг. И я принял решение в 24-м году баллотироваться в президенты. Шуму было, но все вздохнули спокойно, когда дослушали до конца. Президенты Украины. Президенты Украины. Хотя, как нам кажется, начало цитаты... У меня только что появились политические амбиции... ...надо воспринимать весьма серьезно. А еще знатно тряхануло в Вашингтоне, когда под крылышком председателя СИИ Иран и Саудовская Аравия заявили об установлении дипломатических отношений. Вот как раз делегации обеих стран подписывают этот документ. Мы, со своей стороны, можем лишь предположить, что очень скоро услышим инсайды о том, как иранская ядерная программа вступила в качественно новую фазу. Ну и так, помелче. Несмотря на все усилия регулятора и кризисного менеджмента, в Штатах навернулся, в смысле потерпел банкротство, Silicon Valley Bank, 16-й банк Америки с активами 200 ярдов долларов. Между прочим, пострадали и принц Гаррис Меган, открывший счет в СВБ по совету своих гламурных друзей. Что интересно, незадолго до краха начальство СВБ продало значительную часть своих акций. Как-то сама собой вспоминается история о Лемонн Брадерс со всеми вытекающими. Кстати, только что регуляторы прикрыли еще один банк, популярный среди криптовладельцев, Нью-Йоркский Сайноча Банк. А Трамп уже прочит Байдену репутацию Гувера, при котором разразилась Великая Депрессия. Но Байден всех успокоил. Банковская система в безопасности. Не верь слухам, пока их официально не опровергли. В общем, как красноречиво отметил в своей присяге председатель Си, Но посаран. Я не слова имею в виду, а позин и поднятый кулак. А если председатель Си сказал, то так оно и будет. Они не пройдут. Да, чуть не забыл. Все мы знаем, что если в Англии проливной дождь, значит «Rains, Ghosts, Cats and Dogs». Дождь идет кошками и собаками, если дословно. А вот в Китае еще и червяками дождь идет. Пока.